Привет, Ален, привет. Слушай, а ты знаешь, почему у меня здесь белый холст? Ну, потому что вы собираетесь творить шедевр очередной, наверное. Правильно. Правильно. Сейчас ко мне в гости придет мой друг, которая играла Баба-Ягу, Людмила Артемьева, такая великолепная актриса. Я ее очень люблю, передайте ей привет. Вот очень я ее люблю. Она очень такая, да, Баба-Яга. И не только. Да, хорошая, она очень обаятельная и умница при этом. Слушай, она будет рисовать первый раз на холсте. И вот я холст приготовил. Белила только сейчас еще, слушай, не знаю, все краски есть, а белил нет. Ну, я думаю, я за один-два дня найду белила. Да. Но у меня хорошие краски. У тебя какие краски? У меня тоже акрил. У меня какие-то... Ну, у меня таких, как у вас, конечно, нету хороших красок. У меня тоже, как бы, нормальные. Нормальные. Покажи картину, которая у тебя там. Вот. Это что за картина? Ну, ближе покажи, чтобы видно было. Это странник. Он. Странник. Ах ты какой. Вот он сидит, медитирует, руки к солнцу. Это солнце. А это большой город, еще спит. Это рассвет. Это, видите, многоэтажные дома. Это дорога туда. Это солнце и лимон. А, это интересно. Да, да, да. Как интересно. Слушай, ты тоже, как и я, становишься символистом. И метафоры делаешь в картине. Солнце, как колесо сансары, как лимон. Многозначность такая. Вот, как говорится, яблоко от яблони далеко не падает. А куда деваться? Гожу своим сыном. Гожу своим сыном. А как там Шейла? Слушай, она там проводила какую-то встречу. Я там написал в комменте, как горжусь своими детьми. Потому что они с детства знают метод ключ. Еще смотрели, как я петуха переворачивал, гипнотизировал, объяснял механизмы. Они еще в школу не ходили. Маленькие были. А теперь ведут прекрасные курсы. И всем рекомендую. Я так и прямо говорю. Я не знаю, может быть, мой коммент отвлекает там. Ты как думаешь? Я думаю, что ваш коммент нам только в радость. И мы очень благодарны вашим комментам. Вы что? Как это отвлекает. Это же ваша оценка, в конце концов. Я даже там написал, что у вас есть такие изобретения, до которых я сам не додумался. И поэтому я у вас учусь теперь. Ну, это вы скромничаете, скажем так. Ну, какие-то же у нас есть дополнения. Есть, есть. Подходы у каждого же свои. Это разные методы. Особенно у тебя, например, был такой прием потрясающий. Я теперь его всем показываю. Когда у вас шея зажата, кулаки сжимаешь и одновременно плечи поднимаешь. Шею втягиваешь. А еще с дыханием. Вздыханием. А как это? Это вообще синхро получается. Ну, покажи, покажи. Покажи. Ну, вот. Ах ты какой. А я не додумался, Вердок, делать так. Кто-то чаще, кто-то реже. Каждый, может, технику безопасности должен соблюдать. По ощущениям. Перегрузки, нагрузки быть не должно. Ну, вот. Это чтобы снять напряжение нервно-мышечные зажимы шеи. Вот сейчас погода меняется. На солнце какие-то протуберанцы образовались. Мне все время пишут. Атмосферное давление меняется. Температура меняется. Где магнитная обстановка меняется. Дождь, ветер, снег там меняется. Все это меняется. И люди, у которых есть проблемы. Вот так делайте иногда. Время от времени. Сколько раз в день ты делаешь лично? Как вспомню, так и сделаю. Это же не требует особого времени, условий, усилий. Не требует. Ну, 10 раз сделал. 20 раз сделал. Вспомнил, сделал. Хосе Магомедович. Я опять нам же хочу напомнить, что эластичность это придает сосудам, так как мышцы напрягаются, расслабляются вместе с этими сосудами. Кровообращение улучшается. Минозный отток улучшается. И в конце концов нервная система становится тоже эластичной. Центральная нервная система. Приключается легче, адаптируется быстрее к солнечным делам, к лунным приливам, отливам. Подожди, я этим пользуюсь. А вот это вот, что говоришь про дыхание, я забыл. Сейчас еще раз покажи про дыхание. Тут четыре в одном. То есть шея, плечи, кулачки и дыхание. Так выдыхать надо или вдыхать надо? Вот хорошо, что... Как вам подберется? Кому-то я говорю, когда у нас идет волна ключевая, давайте... Когда они в этом состоянии волны, когда как будто бы в поезде или на лодке плывут, да, вот в этот момент надо делать или отдельно? Наверное, в этот, да. Ладно, пусть идут к тебе, ты там их научишь. Ну, конечно, вы же не даете мне говорить, поэтому пусть идут ко мне. Я тогда уже нормально выскажусь. А ты видишь, что я гибритый. Видишь? Трудь, ты свободный художник. Здесь побритый, а здесь не бритый. Но ты же свободный художник. Это у тебя... Ко мне должны прийти кино снимать. И они мне сказали, сделайте себя постарее. О, постарее. Я не знаю, так солиднее я выгляжу. Ну, я старался, чтобы... Ну, это всего несколько дней. Надо дать, чтобы побольше было. Да не надо вам делать себя постарее. То есть чем? Слишком молодой, да? Поэтому надо сделать постарее. Ладно. Ты все... Галстук наденете, станете это самое. Правильно. Да. Ну, они как кино снимут, уйдут. Я потом раз и побреюсь. И все меня опять не узнают. Да. И опять помолоденешь. Шибко. Лет на 20. Да. Шелику привет передай. Шелику привет передай. И маленькому хозяйчику. Маленькому хозяйчику. Ну, это обязательно. Всем передам. Да, да. А мне сегодня попросили, чтобы я прислал фотографию себя в детстве, когда я был совсем маленький. А я так удивился. Я говорю, я там пишу. Зачем вы мои фотографии? Я так удивился. А мне пишут. Хотим в дню рождения сделать про вас маленькое такое видео, где вы там маленький тоже. Калаш. Ага. Здорово, здорово. Касай Мариумедович, а у нас в Шелле есть одна идея. Я с вами потом тет-а-тет обсужу это. И это будет очень интересное действие. Это такое наше с ней совместное для наших друзей, гостей. Ну, думаю, да. Ну, мне перед этим нужно будет кое-что с вами обсудить, Хасай Магомедович. На серьезную тему. Вот-вот, да. Ясно, ясно. Слушай, ты мне после вот этого видео, как закончим, записывать, я хочу сейчас всех попросить наших друзей, чтобы они делились в группах нашими роликами. У нас очень много сейчас людей, которые пишут мне комменты, как им это помогает, потому что у них есть и родственники, и где-то в России, и за границей, и везде, кто-то в стрессе. Когда они делятся группами, кому-то помогло, кому-то помогло. Сейчас все нуждаются в том, чтобы научиться снимать стресс. И самое главное, что мы учим снимать стресс и использовать энергию напряжения стресса для решения нерешаемых вопросов. Я, например, когда… не могу какую картину закончить так, чтобы она шедевр была. Я или обращаюсь в интернете, у нас есть формат коллективный разум, и мне все друзья пишут советы, и я принимаю окончательное решение сам. И потом становится шедевр. На самом деле, смотри, какая вот эта… ты же знаешь ее великая картина. Это «Ангел-велосипедист». Очень, наимощнейшая. И по типософии, и по смыслу, и по выражению, скажем так. Самое интересное, я смотрю, на твоей картине «Лимон» там висит, и ты сказал «Колесо сансары». Вон там, у тебя, где станет. У меня тоже Роман Газенко сказал, это у тебя колеса крутятся, «Колесо сансары». Вот оно в чем дело, почему ты мой сын, и почему целая моя дочь, хоть она мной командует все время, но это правильно. Ладно, а как же так же? Она мной командует, знаешь, с какого возраста? С того самого, знаю. Когда еще в садик мы с ней ходили. Еще до садика. До садика. Да, да. Ладно, давай. Касай Магомедович, а у меня дракончик. А сейчас год драконов. Правда зеленого. Но у него вот оперение зелененькое. С год дракона. Ладно, ладно, ты лучше картины больше нам показывай в следующий раз. Давай, Шейли, Гретки, всем привет. Дома всем привет. Заремий привет. Ну, всем привет передавай. Здоровья, счастья. Я надеюсь. Четвертого марта у меня день рождения, но я надеюсь, после 20-го, 25-го марта, ну, может быть, 30-го, у нас случится что-то для всех, что-то неожиданно хорошее. Мой программ. А что-то какая, будем ждать, нацелившись на хорошее. Хасай Магомедович, а скоро весна, скоро весна. Поэтому делаем вот так, чем чаще, тем лучше. Снимаем зажимы. Ты еще там другие покажи приемы, а то новичок сюда зайдет и подумает, что весь метод ключ только в этом заключается. А пусть он кормит и идет, я ему покажу все. Просто на канал зайдет и посмотрит. Отлично. Как у вас, так и у нас. Теперь запомни мой прогноз и пускай все запомнят, что к концу марта произойдут большие перемены. В лучшую сторону. В лучшую сторону, в лучшую сторону. Что потом не говорили, что я этого не говорил. Да, до встречи. Давай, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok